И всё же я решил выяснить, какое вооружение могли нести на своём борту эти крейсера. Известно, что в конце войны немцы проводили эксперименты с подлодками 21-й серии, устанавливая на них пусковые установки для крылатых ракет V-1. Эти субмарины должны были обстреливать Атлантическое побережье США. Реализация плана помешала только окончании войны. Быть может, Вестфалин нёс подобное оружие. Однако, чем крылатая ракета, вернее самолёт-снаряд, могла напугать американские власти? Бороться с ними прекрасно научились ещё в последний год войны. V-1 был весьма нестабилен в полёте. Кроме того, его максимальная скорость была меньше скорости современного истребителя. Перехватить и уничтожить его не составляло особого труда. Одним словом, он не был чудо-оружием, как его долго величала геббельсовская пропаганда. Но ведь кроме V-1 был ещё и V-2. Эта баллистическая ракета по-настоящему опередила своё время. Она летала в три раза быстрее лучшего истребителя. Обнаружить её заранее не было никакой возможности. Не сбить V-2, не хотя бы предугадать место её падения было невозможно. Это оружие разило быстро и беспощадно. Имея приблизительные чертежи транспортной подлодки, я смог проверить, можно ли разместить на ней пусковую установку баллистической ракеты. Оказалось, что это вполне реально. Более того, на борту Вестфалена могло бы поместиться ещё несколько ракет. Таким образом, создать подводный ракетоносец оказывалось для нацистов вполне реальной задачей. Известно, что немецкие конструкторы реализовали даже то, что считалось невозможным. Так что в их способности преобразовать транспортную подлодку в подводный ракетоносец сомневаться не приходилось. Теперь предстояло ответить на вопрос, удалось ли нацистам реализовать свой предупредительный удар. Ответ нашёлся в газете New York Times 25 февраля 1947 года. На первой полосе газеты в разделе «Чрезвычайные происшествия» была помещена статья. Взрыв в Нью-Йорке. Мощный взрыв прогремел вчера на северной окраине Нью-Йорка. В радиусе нескольких десятков метров разрушены все здания. В основном промышленные, объекты и дома рабочих. Серьёзно пострадали также другие окружающие постройки. Точных данных о количестве человеческих жертв нет. На данный момент обнаружено 20 трупов. Разбор завалов продолжится. Пожарные и медики работают без перерыва. Власти всё ещё не могут дать официальные комментарии относительно причин взрыва. На место происшествия выехал мэр Нью-Йорка, который заявил, что в настоящий момент прорабатывается несколько версий произошедшего. Одновременно поступают первые свидетельства очевидцев. С востока прилетел сигарообразный предмет, оставивший за собой дымный след, и упал на землю. Создаётся впечатление, что это была ракета. Власти лихорадочно заметались в поисках объяснений случившегося. В отсутствии достоверной информации газеты начали печатать одну сенсационную статью за другой об атаке со стороны русских, о японских камикадзе-мстителях, даже о инопланетянах. Интерес к взрыву не угасал, как вдруг внезапно в конце марта правительство дало официальное разъяснение. На окраину Нью-Йорка упала новая секретная американская ракета, проходившая испытания. Пентагон приносит свои извинения и перечисляет компенсацию семьям погибших, которых в конечном итоге набралось 56 человек. Сразу бросается в глаза несколько деталей. Во-первых, с момента взрыва до появления официальной версии прошёл ровно месяц. За это время Бёрд как раз успел вернуться в США и, очевидно, представить свой доклад президенту и руководству вооружённых сил. Во-вторых, официальная версия явно несостоятельная. Все опасные испытания США обычно проводят в южных пустынях, а не в накрестностях Нью-Йорка. Да и прилетала загадочная ракета с востока, со стороны океана. Итак, американцы решили всё-таки замять дело. Государственное руководство США приняло условия договора, подписанного Бёрдом. На это, очевидно, были свои причины. Версия о том, как развивались события во время таинственной экспедиции Бёрда, подкрепляется многими фактами. С другой стороны, существует множество странных обстоятельств, которые, если не опровергают изложенные выше гипотезы, то всё же корректируют её в весьма значительной степени. Например, уже упомянувшиеся выше повреждения авианосца Филиппинское море. Если Бёрд и немцы договорились между собой, кто наносил удары по этому кораблю, кроме того, весьма интригующим выглядели сведения, которые сообщил один из матросов авианосца 20 лет спустя французской газеты Le Monde. В частности, он говорил следующее. «Все эти недели мы жили в обстановке непрерывного ужаса. Не менее 20 человек из экипажа корабля тронулись рассудком. Из-под воды время от времени выныривали странные дискообразные аппараты, которые атаковали наш авианосец. От них не было спасения. Странные разряды вызвали подавленность и депрессию, что приводило к резкому росту числа самоубийств. У всех сложилось впечатление, что мы столкнулись с внеземным разумом, значительно превосходящим нас. Разумеется, официальные США тут же квалифицировали эти слова как попытку раздуть сенсацию на пустом месте. Но давайте поверим матросу, о чем могли бы говорить загадочные явления, происходившие вокруг американской эскадры. Первое, что приходит в голову, это вмешательство антарктов. Внеземной разум, значительно превосходящий человеческую цивилизацию. Это могут быть только они. Но от себя хочу добавить, может, психотронное оружие какое-нибудь. Выходит, у Рудольфа Гесса все же получилось наладить контакт с исконными обитателями Ледового материка. Причем контакт настолько хороший, что те даже стали помогать немцам оказывать на американцев давление. Такой поворот событий мог стать главным козырем в руках Гесса. Вот, кстати говоря, о чем я и говорил. Американцы тоже были заинтересованы в контакте с антарктами и волей-неволей должны были согласиться на посредническую роль немцев. Впрочем, это прекрасно понимали и сами немцы. Поэтому они могли попросту изобразить деятельность антарктов. Из секрентных документов известно, что в последние месяцы жизни Третьего Рейха там были созданы дисковидные летательные аппараты, напоминающие знаменитые летающие тарелки. На этих парадоксальных машинах устанавливались реактивные двигатели, которые, впрочем, вскоре должны были смениться на моторы принципиально новой конструкции, использующие гравитационное поле Земли. Впрочем, об этих последних практически ничего не известно. Возможно, они так и не вышли из стадии проектирования. А вот тарелки с реактивными двигателями активно испытывались на полигонах Рейха. Правда, проходили эти испытания под эгидой не Люфтваффе Геринга, а СС Гиммлера. По сравнению с традиционными истребителями, тарелка обладала целым рядом преимуществ. Высокой маневренностью, возможностью вертикального старта и посадки и так далее. Правда, эти машины были очень сложны в управлении. Поэтому запускать их в массовую серию не имело смысла. Но предела совершенств нет, и, возможно, к 1947 году несколько тарелок уже стояли на вооружении в Новой Швабии. Добиться с их помощью серьезных боевых результатов было нельзя. А вот пугать американцев можно. То же самое относится и к таинственным разрядам. Разработка психофизического оружия, которое должно было давать его обладателям власть над сознанием людей, велась в Третьем Рейхе с начала 40-х годов под эгидой Института ННРБ. Принцип работы созданных здесь техномагических аппаратов основывался на использовании так называемых торсионных полей, состоящих из множества элементарных частиц, образующих выкровые потоки. Торсионные поля напрямую воздействовали на гипофиз и находящиеся в нем нервные центры, контролирующие волю человека. Проект получил название Тор. У экспериментов получилось полностью подавить волю человека, так что тот не мог совершать какие-либо движения. Особо чувствительным даже лишались при этом сознания. Понемногу получилось и заставлять людей выполнять какие-то простейшие действия. Однако на то, чтобы изучить все эффекты торсионного поля и создать маломальский работоспособный телемагнетический аппарат, требовалось время. До крушения Третьего рейха разработчики не успели, но вполне вероятно, что к 1947 году у них уже были работающие образцы. На роль пугала для Янки они тоже сгодились отлично. Кроме того, немцы могли предъявить американцам еще кое-какие разработки, не прикрываясь мистическими Антарктами. Руководство США не могло не знать, что в Третьем рейхе был успешно реализован атомный проект. Рейд Вест-Валена показал, что города США практически беззащитны перед ударами немцев. Конечно, можно было перекрыть весь океан противолодочными патрулями, принять все меры предосторожности, но даже один прорвавшийся подводный крейсер с ядерными ракетами до Марту мог разом загубить несколько сотен тысяч драгоценных американских жизней. На такой риск президент Трумэн и его команда идти не хотели. Договор с нацистами – настоящая сделка с дьяволом, и он вступил в силу. Глава 6. Неизвестная экспедиция Кусто. За материалами для моих книг мне приходилось странствовать по всему миру, побывать в Соединенных Штатах, в Великобритании, России, Франции, но чаще всего, разумеется, я оказывался в Германии. Здесь я работал во множестве архивов, от центральных государственных до архивов маленьких городов и отдельных компаний. И не было случая, чтобы я не нашел ни одной крупицы, которая привела бы меня ближе к цели моего расследования. А порой, во время своих странствий, я завязывал достаточно интересных знакомств. Это было в Берлине в 97-м году. В маленькой комнатке лежат пухлые дела – архив Германского клуба полярных исследователей. Уже который день я нахожусь здесь с рассвета до заката, выясняя многие интересные подробности довоенных экспедиций на Южный континент. Старик-архивариус, впрочем, только рад этому обстоятельству. Ему чаще всего приходится проводить свои дни в одиночестве. И гость-то еще из экзотической страны, какой в Германии представляется Аргентина, вносит приятное разнообразие в серые будни. Внезапно дверь открывается и в комнату заглядывает маленький черноволосый человек. Он обращается к архивариусу и напоминает о своем звонке, сделанном два дня назад. По-немецки незнакомец говорит «не очень чисто», с заметным французским акцентом. На вид ему лет шестьдесят. Оказалось, что ему требуются те же материалы, что и мне. Мы познакомились. Француза звали Жак Андрея, и сначала он не очень хотел распространяться о причинах своего интереса. И только потом вечером за столиком кофе, когда я рассказал ему многое из того, что я знал сам, он сказал мне, «Знаешь, почему я копаюсь во всем этом? Дело в том, что возле этих чертовых баз погиб мой брат. Когда?» В 73-м мы плавали вместе с Капитаном Кусто, снимали фильмы про подводный мир. Не знаю с чего, но Капитана потянуло в Антарктиду. Причем мы не просто занимались подводными съемками и исследовали местную флору и фауну. Нет, у меня сложилось такое впечатление, что Кусто что-то там искал. Что-то вполне определенное, но точно не зная, что именно. Знаешь, как бывает, ты ищешь какой-то предмет, толком не можешь его писать, но понимаешь, что как только увидишь, так сразу узнаешь. Вот что-то похожее было и тогда. Вы нашли, что искали? Похоже, что да. Это было в районе земли Королевы Мод. Там погибло очень много наших. Потом Капитан как-то раз обмолвился, что мы искали следы нацистской базы. Не там искали. Немцы обосновались совсем в другом месте. Откуда ты знаешь? Они что, докладывают тебе, что ли? Может, конечно, и не нацисты были виноваты. Больно уж странным было все это. А я попросил рассказать все поподробнее. Он охотно согласился, поскольку был этот рассказ долгим и достаточно запутанным. Позволю себе не цитировать его напрямую. Начну с самого начала. Капитан. Жакев Кусто родился 11 июня 1910 года. Его с детства тянуло к морю, поэтому, повзрослев, он избрал для себя карьеру морского офицера. В 1933 году он отправляется в первое дальнее плавание на борту крейсера «Примош». Но корабль оказался ему слишком медленным. В Кусто, как и во многих молодых людях, проявилась тяга к высоким скоростям. Молодой офицер переводится в военно-морскую авиацию. Впрочем, покорять небо ему было не суждено. Кусто попадает в автомобильную катастрофу и получает тяжелые травмы. Карьера в авиации была для него закончена. Пришлось возвращаться на борт корабля. Накануне Второй мировой войны Кусто знакомится с Филиппом Тайе и Фредериком Дюма, которые приобщают его к тайнам подводного мира. Уже после погружения с аквалангом молодой офицер понимает, что вот она, его мечта. Но реализацию мечты пришлось отложить. Началась война. Кусто активно боролся с нацистами. Был бойцом французского сопротивления. Лишь после победы над Гитлером он смог частично посвятить себя любимому делу. В 1950 году Кусто покупает старый английский миноносец и переделает его в настоящую плавучую исследовательскую лабораторию. Корабль получит название «Калипса». Именно на нем капитан провел все свои знаменитые экспедиции. В 1953 году выходит первая книга Кусто. На следующий год его первые фильмы о подводном мире. После этого фильмы и книги следуют друг за другом, принося оглушительный успех. Кусто становится всемирной знаменитостью. Сериал «Одиссея. Команда Кусто» смотрела, думаю, большая часть жителей нашей планеты. Из военно-морского флота Кусто уходит, однако, только в 1956 году. Впрочем, по весьма достоверным данным, он и после этого поддерживал, по некоторым вопросам, сотрудничество с военно-морской разведкой. Одним из таких вопросов, очевидно, и стал поиск нацистской базы в Антарктиве. Сперва меня несколько удивила география поисков район земли Королевы Мод. Но потом я сообразил, ведь данные, которыми располагал Кусто, были взяты из американских источников. После возвращения из своего плавания, Бёрд волей-неволей вынужден был дать интервью американской прессе. Такая там традиция. Каждый крупный деятель беззащитен перед четвертой властью. Чуть что не так акулы-пера сожрут его заживо и не подавятся. Так вот, на вопрос о том, как прошла экспедиция и в каких районах пребывала эскадра, адмирал, широко улыбнувшись, ответил. «Мы сделали много интересных наблюдений, изучили уникальное природное явление. Думаю, дело не постоит из-за следующей экспедиции». В следующую экспедицию он отправляться вовсе не собирался. Впрочем, обманывал он журналистов и в другом. К названным им берегам он вовсе не приближался. Земля Королевой Мод находится к востоку, от антарктического полуострова. В то время как все драматические события начала 1947 года происходили в сотнях километрах к западу от него. Станция Хорст-Вессель, как я уже говорил, была эвакуирована и передана Аргентине сразу после войны. К слову сказать, всевозможные «желтые книги» до сих пор помещают тайную нацистскую базу на территории землекоролевы Мод. Рассказывают, например, о целом подземном городе Новый Берлин с населением в 2 миллиона человек. Об общении нацистов с инопланетянами, о машинах времени. Не удивлюсь, если узнаю, что всю эту чушь оплачивают сами нацисты, чтобы никто уж точно не поверил в существование Новой Швабии. Откуда французы узнали о существовании нацистской базы в Антарктике? Неизвестно. Даже для хорошей разведки получить хоть сколь-нибудь точную информацию о ней не представляется возможным. Однако французы все же решились поставить эксперимент. Видимо, в надежде установить контакт все с теми же легендарными Антарктами. Я не думаю, что тут французы замешаны. Хоть сам густой француз. Что ему мешало общаться с другими какими-то представителями сильных мира сего. Андре передал мне интересный документ, вернее его копию. Письмо руководителя французской разведывательной службы, адресованное лично Кусто. Он гласил следующее. Дорогой мсье Кусто, наше давнее сотрудничество дает мне право надеяться, что вы не откажетесь выполнить мою просьбу. Дело касается весьма деликатного вопроса. По непроверенной информации в Антарктиде в период Второй мировой войны размещались военные базы некоторых государств. Конкретно идет речь о земле королевы Мод. Хотя вам не следует упускать из виду антарктический полуостров и побережье к западу от него. Нам хотелось бы, чтобы вы в неофициальном порядке проверили исследование прибрежных вод. Ваша экспедиция будет, разумеется, щедро профинансирована. Кроме того, мы по-прежнему будем закрывать глаза на некоторое финансовое злоупотребление ваших сотрудников. Так вот оно что. Кусто не просто опросили, его шантажировали. В 90-е годы, когда старик почти полностью отошел от дел, вспыхнул ряд скандалов, связанных с деятельностью созданной им организации. Прикрываясь именем Кусто, его подчиненные производили финансовые махинации и уклонялись от уплаты налогов. Видимо, процесс этот начался задолго до того, как всплыл на поверхность. Французы не хотели, подобно американцам, посылать в интересующую их южную воду большую эскадру и тем привлекать к себе излишнее внимание. Кусто, к вояжам, которого по всему миру уже давно все привыкли, мог выполнить эту миссию гораздо успешнее и эффективнее. Дело, разумеется, было довольно опасным, но это не пугало французских разведчиков. Рисковать чужой шкурой они не боялись. Итак, в середине октября 1973 года Калипса взял курс на берега Южного континента. Исследование прибрежных вод Земли Королевы Мот могло занять очень много времени. Территория эта растянулась на многие сотни километров. Поэтому Калипса, и так оснащенный по последнему слову техники, был буквально напичком сложнейшими системами от радиоэлектронных приборов до мощнейших металлоискателей. Некоторые из них были сняты с боевых кораблей французского флота. Время от времени члены экспедиции спускались в воду, совершали погружение, исследовали местную довольно скудную, но сказать, флору и фауну. Однако это не занимало много времени, и Калипса нигде не задерживался долго. Кусто упорно искал то, что было нужно французской разведке. Заброшенную, как он полагал, базу времен Второй мировой войны. В конце декабря 1973 года экспедиция наконец обнаружила интересную аномалию. Из-под скалистого берега вырывался широкий поток теплой воды. Это чудо природы было необходимо исследовать. Кусто предложил, что под скалами находятся горячие ключи, которые выбрасывают всю воду в океан. Версию это подтверждало и то обстоятельство, что теплая вода была гораздо более пресной, чем соленая океаническая. На следующий день первая партия аквалангистов совершила погружение. Борясь с течением, они проплыли примерно 200 метров под водой, когда течение ослабло. Более того, скальный поток над их головами резко ушел вверх. Аквалангисты вынурнули на поверхность. Они поняли, что оказались в огромной пещере. Испытанные им эмоции, по свидетельству Андре, были непередаваемыми. Французы почувствовали себя так, как будто попали в огромный природный храм. Наверное, схожее чувство испытывали экипажи немецких субмаринов, впервые проникшие в аналогичные пещеры в сотнях километрах западнее. На время, забыв о поисках базы, Кусто принялся энергично обследовать пещеру. Она была поистине огромна и прекрасна. Высокий сводчатый потолок, свисающие с него огромные асталактиты. Стены пещеры переливались под лучами мощных фонарей, как будто были усеяны бриллиантами. Огромное подземное озеро, впрочем, не доходило до стен пещеры. Его берега образовывали пляжи с золотичатым песком. Убрать эту гору сверху и будет курорт, пошутил кто-то из адквалангистов. Впрочем, исследовать в озере было особенно нечего. Ни флора, ни фауна в нем разви-то не было. Зато на берегу кое-что интересное обнаружилось. Вы уже догадались, что именно? Да-да, именно обелиски, покрытые руническими письменами. Когда мы впервые увидели их, до этого стоявших неприметно в тени скального выступа, у нас был настоящий шок, рассказывал мне Андре. Многие невольно стали озираться, у людей появилось такое чувство, как будто за нами кто-то наблюдает, словно за каждым их шагом слезят чьи-то невидимые глаза. Тишина, царевшая вокруг, мгновенно показалась нам зловещей. Все молчали, настолько был силен общий шок. Действительно, кто мог представить себе, что на континенте, считавшемся безжизненным, будут обнаружены следы какой-то древней цивилизации? Впрочем, кое-кто всерьез усомнился в том, что эта цивилизация была древней, хотя надпись не мог никто прочитать. Некоторые члены экспедиции посчитали, что это вполне современная тайнопись, установленная здесь какими-то неизвестными мистиками. Только вот как мистики проникли в эту горную пещеру? Может, они как-то связаны с военной базой, которую ищет кусток? В пещеру удалось доставить металлоискатель. Как только прибор включили, он и показал, что на дне озера есть крупное скопление металла. Аквалангисты пытались погрузиться как можно глубже, но это им не удалось. Слишком стремительным было природное течение. Мутная вода, которая несла частицы песка, не позволяла разглядеть, что находится внизу. При этом на поверхности озера было совершенно спокойным и кристально чистым. На этом аномалии не кончились. Исследователи обратили внимание на то, что поверхность озера иногда волнуется. По ней пробегает странная ряда, из-за чего это происходит осталось неизвестным. Но все это было еще цветочками, по сравнению с тем, что членам экспедиции пришлось испытать в один из первых январских дней с 1974 года. Озеро начало светиться изнутри, при этом интенсивность и окраска свечения все время менялись. То еле заметное голубое, то мощное красное, то снова угасающее зеленое. С каким-то непонятным ужасом мы наблюдали за этой иллюминацией, рассказывал мне Андре. У всех было такое чувство, как будто мы прикоснулись к чему-то неведомому и слишком великому, по сравнению с чем мы все лишь жалкие песчинки. Причин этого свечения даже бывалые исследователи определить не могли. Ничего подобного им в природе встречать не приходилось. Вглядевшись в воды озера, некоторые из них различали там какие-то странные тени, необычные формы. Если бы в этот момент из воды появился какой-нибудь древний бог, думаю, французы совершенно не удивились бы этому после всего происшедшего. Через некоторое время светотехническое шоу, однако, прекратилось. Оправившись от шока, Кусто с товарищами продолжили исследовать пещеры. В воду люди забирались неохотно, у всех было такое ощущение, что будто они ходят по телу спящего дракона. В глубине пещеры исследователи обнаружили скульптуру. Вернее, сначала кто-то увидел две странных красных точки и направил на них фонарик. Каменное извояние было сделано так, чтобы внушить каждому страх, кто приблизится к нему. Хищное животное, не то лев, не то пантера, припало к земле, словно готовясь прыгнуть. Над его спиной распростерлись огромные перепончатые крылья с острыми когтями. Пасть животного была приоткрыта, оттуда торчали длинные тонкие клыки. На морде ужасающая гримаса, смесь ярости и безумия. И что самое странное, вместо глаз у статуи были два красных камня. И они светились в темноте без всякой видимой причины. Кусто приказал доставить один из обелисков и статую на корабль для отправки во Францию. Однако сделать это не удалось. Постаменты, на которых стояли изваяния, оказались слишком прочными. Орудия, имевшиеся у исследователей, были бессильны против них. Статую и обелиски тщательно фотографировали со всех сторон. И лишь потом заметили на стене пещеры за спиной статуи вход в тоннель. Вам это ничего не напоминает, дорогой читатель? У Андре при виде статуи и следующего за ней коридора в скальной породе никаких ассоциаций не появилось. Мне же, когда я слышу этот рассказ, сразу вспоминается проклятая шахта в Вальгале. И я уже прекрасно знал, что произойдет дальше. Четыре члена экипажа Калипса вызвались пройти дальше по тоннелю. Их снабдили длинной веревкой и отправили вперед. Между колонгистами есть переулгами и много общего, поэтому за смельчаков никто не беспокоился. Беспокойство пришло час спустя, когда веревка перестала разматываться, а далекое эхо донесло из глубин тоннеля чей-то крик. Андрей рассказывал. Я был среди тех, кто пошел по следам первой группы. Тоннель, по которому мы двигались, то сужался, то расширялся. Где-то двое могли пройти рядом, где-то нам приходилось идти по одному и согнувшись. Сердце бешено колотилось в груди от страха и потому мы шли очень быстро. Хотелось поскорее добраться до наших товарищей и узнать, что с ними все в порядке. Мы прошагали около трех километров, когда шедший впереди Луи громко вскрикнул и остановился. Мы тоже застыли в оцепенении. Луч фонаря выхватил из темноты. Мертвенно-бледное лицо поля из первой группы, лежавшего у стены. Боже мой, надеюсь, мне никогда в жизни не придется видеть выражение столь глубокого ужаса. Тела остальных троих лежали тут же. Мы боялись себе представить, что так напугало их. В конце концов это было несущественно. Нам нужно было вынести их тела из этого жуткого места. Мы попробовали поднять тело поля, но оно начало расползаться в наших руках, как будто труп лежал здесь уже бесчисленное количество времени. В это время из глубины тоннеля послышался какой-то скрежет. Мы перепугались, не сговариваясь, двинулись обратно. Я шел предпоследним, не оборачиваясь, и представлял себе, как его Луи, идущему последним. Я постоянно слышал за собой его тяжелое дыхание. И, наконец, кажется, прошла бесконечность, впереди показался выход из тоннеля. Я вышел наружу с таким чувством, с каким, наверное, Данте покидал ад. Потом я оглянулся, за мной никого не было. Оказывается, я шел последним. Тяжелое дыхание было моим собственным, а Луи исчез. Потеряв пять человек за один раз при жутких обстоятельствах, экспедиция Кусто уже не рисковала посылать людей внутрь тоннеля. Сам капитан сказал, что имеющееся оборудование явно недостаточно для того, чтобы справиться с неведомой угрозой. Через несколько дней аквалангисты покинули пещеру. Калипса отправилась дальше вдоль побережья в поисках своей основной цели – таинственной подводной базы. Авианосец на дне. Итак, Калипса прошел вдоль побережья земли Королевы Мод и добрался до Антарктического полуострова. Продолжая свои исследования, как вы можете догадаться, ничего интересного они не находили. Понемногу снимался фильм об антарктической природе, настолько скудной, что участникам экспедиции приходилось лезть из кожи вон, чтобы отыскать хоть что-нибудь такое, что можно было показать телезрителям. Собственно говоря, всем уже было понятно, что никакой базы обнаружить не удастся. Однако с этим выводом команда все же поспешила. В надежде собрать побольше материала для телефильма, Кусто обогнул антарктический полуостров и приблизился к земле Элсуэрта. Вернее, приблизиться к ней удалось не сразу. Сильные шторма примерно две недели не давали кораблю подойти к побережью. Самое интересное, что в это время экипаж Калипса дважды наблюдал НЛО – темные летательные аппараты сигарообразной формы. Все поспешили списать на причудливые погодные условия, но у экипажа появилось нехорошее предчувствие. Сразу вспомнилась дурная слава, которой пользовались эти берега. На пятый день плавания вдоль неприветливого побережья аппаратура корабля начала показывать нечто странное. По ее показаниям, в этом месте под водой скрылась огромная груда металла. Аквалангисты приготовились к погружению. Был среди них и Андре. Мы погружались все глубже, боясь даже представить себе, что может ожидать нас внизу. Происшествия в чертовых пещерах были еще свежи в нашей памяти. Но мы привыкли быть профессионалами, не испытывающими страха ни перед чем. И не выполнить приказ капитана просто не могли. Мы увидели его одновременно и очень ясно. Огромный корабль, лежащий на дне. Он был выкрашен в ослепительно белый цвет и напениминал скорее глыбу льда, затонувшего вопреки всем законам физики. Судно напоминало что-то неземное. Четырехугольная палуба совершенно ровная, только с одной стороны торчала небольшая надстройка. Мы не удивились бы, если бы в корабле вдруг зажглись огни, и он взмыл бы вверх, как в плохих фильмах про НЛО. Лишь приблизившись к нему, мы рассмотрели его и поняли, это был авианосец. Моему изумлению не было предела. Я неплохо знал военно-морскую историю и сомневался, что ни один из поставленных когда-либо авианосцев не только не тонул, но и плавал в этих водах. Быть может этот корабль из эскадры Бёрда? Но ведь Филиппинское море вернулось в США в целости и сохранности. Да и зачем американцам было красить свой корабль в белый цвет? У нас возникла масса вопросов, и чувство облегчения вызвало лишь то, что в земном происхождении корабля сомневаться не приходилось. Никаких надписей или обозначений, которые позволили бы идентифицировать корабль, при беглом осмотре обнаружено не было. Аквалангисты попытались проникнуть внутрь корабля, но отверстий было слишком мало, а лезть вчетвером в лабиринт помещений было просто безумием. У авианосца не было никаких видимых повреждений. Складывалось впечатление, что корабль не затонул, а попросту был затоплен. Поднявших на поверхность аквалангисты рассказали о этой находке. Кусто немедленно связался с французской разведкой и передал информацию. Там его сообщение вызвало прилив энтузиазма. Быстро проверив все данные, военные установили, что в тех широтах действительно не тонул ни один из построенных когда-либо авианосцев. О Рихтгофине, надеюсь, читатель догадался, что Кусто обнаружил именно его. Там, понятное дело, ничего не знали. На следующий день вниз спустилась партия из десяти аквалангистов. Капитан Кусто, который очень хотел отправиться вместе с ними, из-за болезни вынужден был остаться на борту. Это сочли плохим предзнаменованием. Мне добавлял оптимизма и рассказ одного из товарищей, Андрея Нарявших накануне, о том, что во время обследования авианосца он видел отдаленный темный сигарообразный объект, похожий на маленькую подводную лодку. Поскольку лодку видел он один, его рассказу поначалу не придали никакого значения. Но только поначалу предоставлю слово Андрея. Я не был в числе тех десяти, кто отправился вниз. Это были весьма опытные аквалангисты, и вся команда с нетерпением ждала того момента, когда они поднимутся на поверхность, чтобы рассказать о своем путешествии внутрь авианосца. Однако время шло, а они не появлялись. Мы не хотели верить в худшее, и все же были вынуждены с ужасом констатировать, что ушедших в глубины уже давно был должен закончиться воздух. Вниз отправили еще восемь человек. На этот раз мы были крепко связаны с страховочными тросами. Приблизившись к авианосцу, мы не заметили ничего подозрительного. Следов наших пропавших товарищей тоже нигде не было видно. Двое из нас, в том числе и я, остались на палубе корабля. Шестеро накрепко связанных с страховочными тросами двинулись вниз через какой-то люк. Кажется, это был самолетоподъемник. Двадцать минут спустя из подъемника вырвалось два больших воздушных пузыря, а через две минуты мы, рассекая воду с невероятной силой и скоростью, оттуда вылетели концы страховочных тросов. Один из них растек мою гидрокостюмой и разрезал руку до кости. В связи с этим я также, потому что мы прекрасно понимали, что уже ничем не сможем помочь нашим товарищам, мы поднялись вверх на корабль. Позднее нам рассказывали, что на палубе мы скорее напоминали призраков, вырвавшихся из ада, чем людей. В общем, это было недалеко от реальности. Капитан Косту понял, что снова столкнулся с неведомой силой, свято охраняющей свои тайны. Он свернул экспедицию и отправился домой во Францию. По возвращению военно-морской разведки был передан подробный отчет о происшедшем. Фильм же его о подводном мире Антарктиды никогда не был показан. Французский ВМФ предпринял несколько месяцев спустя экспедицию в это место, где экипаж Калипса обнаружил авианосец. Никакого затонувшего корабля им уже не обнаружилось, а вскоре последовал грозный окрик из Вашингтона, и экспедиция была свернута. Так завершилась еще одна попытка проникнуть в тайны секретной базы нацистов. Но была еще одна сила, крайне заинтересованная в поисках истины и не подчинявшейся Вашингтону. Это были русские. Им и предстояло сделать следующий ход в этой игре. Глава 7. Русский след. Все-таки оказался совершенно прав, когда оставил Андре свой телефон и попросил звонить в любое время дня и ночи, если он найдет что-нибудь интересное. Собственно говоря, именно ночью он и позвонил. Видимо, не учел разницу в часовых поясах между Францией и Аргентиной. Однако я на него не в обиде. Ганс, услышал я в трубку его возбужденный голос, послушайте. Мне удалось обнаружить весьма интересные факты. Оказалось, что нацистские базы в Антарктиде искали и русские. Как вам удалось это узнать? Все очень просто. Один мой знакомый ведет дела с русскими коммерсантами. Поставляет им из Франции подержанные автомобили. Так вот, один из перегонщиков оказался русским морским офицером, который ушел в отставку после краха коммунистов. Недавно они разговорились и выяснили, что этот офицер принимал участие в экспедиции на землю Элсуэрта. Слабо, конечно, вероятно это, но в принципе возможно, но я слабо в это верю почему-то. То есть человек, который участвовал в экспедиции на Антарктику, это очень квалифицированный специалист и высокого уровня. Туда не поедут случайные люди. Крах коммунистов, развал СССР. Тех, кто был при должностях, они остались при должностях. Я так понимаю, время это именно 90-е годы. Лучше было заниматься какой-то деятельностью, которая приносила доход. Но возможно, пускай. Известие оказалось настолько интригующим, что я не теряя времени вылетел в Париж. По счастью, русский все еще был там. Мы встретились в небольшом кафе в районе Булонского леса. Бывший морской офицер оказался немолодым улыбчивым человеком с многочисленными серыми прядями среди черных, как черное крыло волос. Его военная выправка бросилась в глаза, рука божатия оказалась очень уверенным и сильным. Я думаю, сегодня это уже можно рассказать, ответил он на мои расспросы. В конечном счете, нам ведь так и не удалось раскрыть эту тайну до конца. Вернее, мы стояли на пороге ее решения, но нам немного не хватило времени. Всего лишь немного. И снова белый авианосец. Наверное, команда Кусто очень удивилась бы, если бы узнала, что найденный ее корабль был очень хорошо известен русской разведке. Правда, только по фотографиям, при том не очень хорошего качества. Напомню несколько общеизвестных фактов. В 1957 году русские запустили в первой мере в искусственный спутник. В 1961 году первого космонавта. Естественно, военные практически сразу же поставили вопрос об использовании космоса для разведки. Им очень действовал на нервы тот факт, что американцы до сих пор пытались при помощи самолетов-разведчиков шпионить за ними. Наблюдение из космоса должно было стать асимметричным ответом. Уже в 60-е годы были разработаны и запущены в космос первые спутники-шпионы. К началу 70-х их количество достигло таких масштабов, что их начали применять и в научно-исследовательских целях. Например, для уточнения географических карт. В 1971 году один из русских спутников сфотографировал прибрежные районы Антарктиды. На снимках увидели льдину странной формы, почти идеальный прямоугольник. Впрочем, голову над этим ломали недолго. Каких только чудес не бывает у природы. Спохватились русские только в 72-м году, когда на следующей серии снимков увидели в этом же районе ту же льдину, за которой тянулись четко видный кильваторный след. Рядом был виден небольшой объект, напоминающий взлетевший с авианосца самолет. Льдину квалифицировали как неизвестный авианосец ВМФ США, специально предназначенный для действия в полярных водах. Что он делает в этом районе? Оставалось только гадать. Впрочем, долго гадать русские не привыкли. К 72-му году военные перебросили в Антарктиду два тяжелых разведывательных самолета. Их задачей было следить за таинственным кораблем. Вскоре удалось получить его более или менее четкие снимки. Аналитики ломали голову. Авианосец не был похож ни на один из существующих типов кораблей. Кроме того, на его палубе были видны странные типы объекта, не похожие на стандартные самолеты. Так родилась следующая версия. Авианосец предназначен для испытаний секретного оружия. Пилотам был отдан приказ фотографировать корабль еще более подробно. Но загадочный авианосец попросту исчез. Разведчики ломали голову, огромный корабль не мог просто испариться. Уйти от Антарктиды за одну ночь он тоже не успел бы. Следовательно, он был прекрасно замаскирован. Но столько не бороздили самолеты неба над землей Элсуэрта, сколько не всматривались в фотографии аналитики, обнаружить корабль они не смогли. Зато нашли нечто другое. На снимках часто фигурировали подводные лодки. Они держались у самого побережья. Был даже снимок, на котором подлодка наполовину высунулась из-под скалы. В итоге наверх пошел к доклад, кратко суммировавший научный опыт и выводы. В земле Элсуэрта отмечена повышенная активность ВМС США. Отмечено присутствие авианосца с летательными аппаратами неизвестного типа, след которого был затем потерян. Идентифицировать авианосец, исходя из имевшихся у нас сведений, не удалось. Судя по всему, речь идет о секретном проекте. Кроме того, в этом же районе отмечается активность подводных лодок, возможно, с ядерными ракетами на борту. Причины активности ВМС США в районе Антарктиды пока не установлены. Возможно, речь идет об испытаниях нового вооружения или создании секретной базы. Хотя оснований для предъявления официального протеста на сегодняшний день не имеется. Необходимо продолжить усиленное наблюдение за данным районом. Честно говоря, мне даже жалко, что русские не предъявили официальный протест, опираясь на договор о статусе Антарктиды, запрещавший размещать там военные базы. Возможно, тогда бы они гораздо раньше узнали правду о том, что загадочный авианосец не имеет отношения к США, ну или почти никакого. Тем временем со спутников поступила новая информация. Исследуя внутренние районы Антарктиды, они обнаружили несколько оазисов, полностью свободных от снега. Об их существовании ранее ничего не было известно. При подробном изучении снимков оказалось, что оазисы уже заселены людьми. Это русские уже стерпеть не смогли. В 1977 году была организована крупная экспедиция на один из оазисов. Судя по всему, речь шла о райском саде.